Часть девятая В короткое время Иван Степанович стал пышной сказкой города. Живая бегучая молва увеличила размеры его наследства до сотен тысяч десятин и до десятков миллионов рублей. За ним ходили, разинув рот любопытные, его показывали приезжим, как восьмое чудо света. О его эксцентричностях, о его щедрости и счастье чуть не ежедневно писали в газетах. Нечего и говорить о том, что вокруг него сразу, сама собой, образовалась шумная свита друзей, знакомых, прихлебателей, попрошаек, болтунов и увеселителей. И цвет, вовсе не утеряв в душе присущих ему доброты и скромности, очень быстро научился тяжкому искусству владеть людьми. Ему иногда достаточно бывало медленно, вскользь поглядеть в глаза зазнавшемуся наглецу или назойливому вымогателю и только слегка подумать, «Не хочу тебя больше видеть», как тот мгновенно отодвигался куда-то на задний план, бледнел, линял и навсегда безвозвратно растворялся, исчезал в пространстве. Один тофель упорно возвращался к нему, хотя цвет очень нередко мысленным приказом прогонял его. Бывало это в те минуты, когда, внезапно обернувшись, Иван Степанович вдруг ловил на себе взгляд ходатая, жадный, умоляющий, гипнотизирующий. — Слово! Назови слово! — кричали жалкие и грозные пустые глаза. Цвет внутренне произносил «Уйди!» и тофель весь паникал и удалялся, позорно напоминая умную, нервную старую собаку, которая после окрика приседает на все четыре лапы, горбит спину, прячет хвост под живот и ползет прочь, оглядываясь назад обиженным, виноватым глазом. Но через день, через час он опять, как ни в чем не бывало, являлся перед цветом с известием о колоссальной победе на бирже, с портфелем, битком набитым пачками свежих, только что отпечатанных хрустящих ассигнаций, с модным пикантным анекдотом, с предложением шикарного или лесного знакомства, с целым выбором новых развлечений. Он как будто бы беспрестанно стерег цвета, подобно няньке, ревнивой жене или усердному сыщику. И если бы он мог, он, кажется, подслушивал бы, не пробредит ли цвет что-нибудь во сне, может быть, он даже и в самом деле подслушивал, хотя цвет, прежде чем лечь в постель, всегда собственноручно запирал на ключ все двери в квартире. Каждое желание Ивана Степановича исполнялось почти моментально, точно ему в самом деле послушно служили чьи-то невидимые, ловкие руки и неслышные быстрые ноги. Но чудо здесь отсутствовало, было только вечное, неперемежающееся и совсем простое совпадение мыслей и событий. Многие из наиболее фантастических капризов цвета осуществлялись при помощи самых простых средств. Так, иногда, сидя один в своем роскошном кабинете на стуле, он говорил мысленно, «Хочу вместе со стулом подняться на воздух». И правда, стул слегка скрипел под ним, точно стараясь отодраться от пола, однако великий закон тяготения оставался ненарушим. Но однажды утром свет загляделся в окно налетающих высоко в небе голубей и позавидовал их легким прекрасным движением. «Ах, если бы человеку испытать что-нибудь подобное», – подумал он искренно и совершенно бесцельно. Когда же он отвернулся от окна, то его первый рассеянный взгляд упал на газету, где на первой странице крупным шрифтом стояло объявление о нынешнем авиационном дне. И в тот же вечер за сумасшедшую плату цвет взгромоздился сзади пилота на тяжелый неуклюжий форман номер четыре и сделал два круга над полем, пережив в продолжении десяти минут одно из самых чистых, упоительных и гордых ощущений, какие только доступны человеку в его грузной земной жизни. Несколько раз, глядя на стоящий перед ним стакан с водой, он настойчиво шептал «Пусть вода закипит!» Она оставалась прозрачной и холодной. Но каждый раз, по его желанию, очень скоро переставал дождь, шедший упорно с утра. Когда угодно, он по своему желанию мог услышать музыку или аромат цветов, неизвестно откуда доносившийся. Но однажды, среди ночи в парке, ему захотелось лунного освещения. И у него ничего не вышло, потому что в эту ночь месяц скрыл свою последнюю узенькую полосу. Он никогда не мог заставить воспламениться самопроизвольно свечу или спичку. Но в один вечерний час, по его случайной прихоти, в городе мгновенно погасли все электрические лампы и остановились все трамваи, вследствие, как потом оказалось, какой-то путаницы в проводах. Что же касается жизненных человеческих событий, то они слепо повиновались цвету, и только его сердечная доброта и бессознательная скромность удерживали его на грани смешного, позорного и преступного. Впрочем, о его безумных удачах рассказывали с восторгом в городском свете. В один прелестный, сияющий весенний полдень он и Тофель поехали на скачке. Они попали как раз к розыгрышу главного приза. Всезнающий Тофель провел цвета в членскую трибуну и мигом перезнакомил его со всеми спортсменами и владельцами скаковых конюшен. Когда по звонку лошадей, одну за другой, их всех было одиннадцать, выводили на круг, цвет стоял у самого барьера, рядом с высоким, грузным, бритым господином в широком пальто, который с видом внешнего безучастия курил сигару, но все время нервно ее покусывал. Цвет мельком слышал его фамилию, но не разобрал, как это всегда бывает при быстрых, случайных знакомствах. Этот человек, лениво скосив глаза сверху вниз на цвета, спросил «На кого ставите?» «Сию минуту», — ответил вежливо Цвет, «я только соображу». Сзади в публике называли лошадей по именам и взвешивали их шансы. Судьба первого и второго приза ни в ком не возбуждала сомнения. Первым должен был прийти сухой, с птичьим лицом англичанин в черном камзоле с белыми рукавами. Вторым — негр, весь в красном, скаливший белые зубы и сверкавший огромными белками на зрителей. На них двоих и велась вся игра в тотализаторе. На третье место ждали еще двух лошадей, но ими мало интересовались. Дойдя шагом до известной черты, жокеи повернули лошадей и поочередно, в порядке афишных номеров, сдержанным галопом проскакали перед публикой, показывая ей своих нервных, худых, высоких, породистых лошадей во всей красоте их форм и легкости движений. Сами жокеи сидели слегка согнувшись, небрежно и красиво в седлах, на коротких стременах, с остро согнутыми в коленях ногами. На их бритых остроносых лицах и сушенных работой, темных от загара, резко обрисовывались под морщинистой кожей все выпуклости и впадины черепов. После всех других лошадей прошла со значительным промежутком и в большом беспорядке, прелестная по формам, не особенно высокая, золотисто-рыжая кобыла под жокеем в голубом камзоле с белыми звездами. Она горячилась и не хотела слушаться всадника. Уши ее нервно двигались, обращаясь то к жокею, то вперед шерсть уже теперь лоснилась потом, судил падала пена, и в больших выпуклых, черных, без белка глазах острыми огоньками блестел солнечный свет. Сгалопа она срывалась на рысь, танцевала на месте, прыгала боком и старалась резкими движениями красивой сухой головы вырвать поводья. — А вот на эту, рыженькую, — сказал наивно Цвет, — она придет первой. Сзади засмеялись. Кто-то заметил насмешливо, но в полголоса. — Верно, как в государственном банке. Сосед Ивана Степановича поднял кверху темные черные брови, отставил от себя двумя пальцами на далекое расстояние сигару, слегка свистнул и протянул чрезвычайно густым хриплым басом. — На Сатанеллу? Хм, замечала. Смею вас уверить, что она придет никакой. Она и не в своей компании, и не в порядке, и не в руках. Кто на ней сидит? Козу моглы, татарская лопатка. Еще в прошлом году был конюшенным мальчиком. Мне все равно, но деньги бросаете на ветер. Цвет одним пальцем поманил к себе Тоффеля. — Поставьте на эту, на как ее, на рыженькую, голубая рубашка со звездами. — Сатанелла? Номер одиннадцатый? — Да, да. — Сколько прикажете? — Все равно. Ну, там, билетов десять, пятнадцать. Распорядитесь, как хотите. — Слушаю. — Поклонился Тоффель и побежал Рессой в кассу. — Прекр... — пустил октавый грузный господин и совсем повернул цвету свое бритое лицо. У него был большущий, горбатый, волосатый и красный нос, толстая нижняя губа отвисла вниз, обнажая крепкие, желтые, прокуренные зубы. — Изумие, но послушайте же! — переменил он голос на более естественный. — Мне не жаль ваших денег, но я вижу, что вы на скачках новичок. — В первый раз. — Вот видите. Ну, я понимаю игру на фукс, на слепое сумасшедшее счастье, но надо, чтобы был хоть один шанс на миллион, а здесь абсолютный нуль. На сатанеллу так же нелепо ставить, как, например, на лошадь, которая совсем в этой скачке не участвует, который даже нет во всей сегодняшней программе, который и вообще не существует на белом свете, понимаете, которая еще не родилась. — Однако она, вот она, — весело возразил цвет, — и придет первым номером. — О, дяди! — прохлепел сосед. — Нас с вами познакомили, не так ли? Билеты вы уже взяли? Так? Я вас не только не втравлял в это гнусное предприятие, но даже удерживал, верно? Ну так позвольте вам сказать, что я имею несчастье быть владельцем этой самой водовозки. — Поглядите-ка, нет! Вы поглядите в программу! Видите? — Номер одиннадцатый. Сатанелла. Владелец. Осип Федорович Волдалаев. — Это мы! — ткнул он себя в грудь большим пальцем, пухлым и волосатым. — И мы вам говорим, она без места! — Первой! — Не постигаю! — пожал плечами владелец. — Ну? Хотите? Я ставлю сейчас тысячу рублей против ваших ста, что она не займет ни одного платного места, то есть не будет ни первой, ни второй, ни третий! — Свет упрямо тряхнул головой. — Не желаю! Тысячу против тысячи, что она возьмет первый приз! Я не нуждаюсь в снисхождении! — Но и я не хочу выигрывать наверняка! — холодно возразил сосед. — А за то, что она не придет первой, я готов сию минуту поставить сто тысяч против полтинника! Алая краска обиды бросилась в нежное лицо цвета. — А я, — сказал он резко, — ставлю не фантастических сто тысяч, а реальных живых пять против вашей одной! — Ваша сатанелла придет первой! В это время лошади под жокеями живописной, волнующейся пестрой группой, вернулись назад, на прежнюю черту, откуда начали пробный голоб. Там они несколько минут крутились на месте, объезжая одна вокруг другой, стараясь выровняться в подобии линии и все разравниваясь. Уловив какой-то быстрый, подходящий миг, жокеи как один привстали на стременах, скорчились над лошадиными шеями и рванулись вперед. Но к старту лошади подскакали так разбросанно, что их не пустили. И некоторым из них, наиболее горячим, пришлось возвращаться назад с очень далекого расстояния. Сатанелла же проскакала понапрасну около четверти версты и пришла обратно вся мокрая. «Хэ, не будем сердиться», — добродушно сказал Валдалаев. «Посмотрите сами, в каком виде кобыла, никуда!» Но в ее жилах текут капли крови Лафлэша и Галтимора, и ее цена, если продавать, три тысячи. «В эту сумму я и заключаю пари против ваших трех в том, что она не будет ни первой, ни второй». «Первой!» — уперся Цвет. «Хорошо», — пожал плечами Валдалаев. «Но поставим также и промежуточное условие, которое нас примирит. Если она придет третьей или никакой, то выиграл я. Если первой, то вы. Ну а если второй, то не вы и не я. И тогда мы поставим пополам три тысячи в пользу Красного Креста. Идет?» Цвет ясно улыбнулся ему. «Хорошо». «И великолеп...» Распять не удавалось пустить лошадей кучно. Всех путала горячившаяся, дыбившаяся Сатанелла, которая то пятилась задом, то наваливалась боком на соседок. Из двухрублевых трибун слышались уже негодующие голоса. «Давай Сатанеллу! Снять ее! Кобыла совсем выдохлась!» Но в шестой раз лошади пошли сравнительно кучно, сжались перед стартом и точно замялись секунду у столба, и вдруг пустились вперед с такой быстротой, что ветром обдало близ стоящих зрителей. Белый, высоко поднятый в руке стартера флажок, быстро опустился к земле. Подошел Тоффель с билетами. «Такая была теснота у касс, что я едва добрался. Поздравляю вас, Иван Степанович! За номер одиннадцатый ни в одной кассе ни одного билета! Чисто!» Эта скачка была по своей неожиданности и нелепости единственной, какую только видели за всю свою жизнь, посиделые на ипподроме знатоки и любители скакового спорта. Одного из двух общих фаворитов, негра Сципиона, лошадь сбросила на первом же повороте и при этом ударила ногой в голову. Несчастного полуживым унесли на носилках. Вслед за тем упал вместе с лошадью какой-то жакей в малиновом камзоле с зеленой лентой через плечо. Он отделался благополучно и, ловко вскочив, успел поймать повод. Но лошадь с полминуты не давала ему сесть в седло, и он потерял, по крайней мере, сажен с двести. У третьего всадника лопнула подпруга. Двое столкнулись друг с другом так жестоко, что не могли продолжать скачку. У одного оказалась вывихнутая рука, а у другого сломалось ребро, словом, почти всех лошадей и жакеев постигали какие-то роковые и злые случайности. К концу второй минуты, после последнего поворота, когда зрители глазами, головами и телами судорожно тянулись налево, им представилась следующая картина. Впереди, по прямой, уверенно и спокойно скакал черный с белыми рукавами англичанин. Он шел без хлыста, изредка оборачиваясь назад, собираясь перевести лошадь на кентер. За ним, отставшая корпусов на сорок, с поразительной резвостью, выскочила из-за поворота, точно расстилаясь по земле, сатанелла. Козу Моглы почти лежал у нее на вытянутой шее. Он работал левой рукой, кругообразно поводами, а правой часто хлестал лошадь стеком. Еще дальше дико несся вороной жеребец с пустым седлом, ошалевший от стремян, которые били ему по бокам, и очень далеко за ним скакал малиновый с зеленой лентой жокей. Остальные лошади остались на той стороне круга. Цвет никогда не был игроком и не чувствовал боязни проиграть. Деньги давно уже стали для него чем-то вроде мусора. Но в это мгновение его, как внезапный приступ лихорадки, подхватил страшный азарт за сатанеллу. Крепко стиснув зубы и сморщив все лицо, он крикнул мысленно «Ты должна быть первой!» Случилось что-то странное. С волшебной быстротой сатанелла стала приближаться к англичанину. Через каких-нибудь пять секунд она вихрем промелькнула мимо него. Сейчас же, следом за ней, его обогнал и вороной жеребец. Лошадь англичанина совсем остановилась. Он быстро соскочил с нее и, нагнувшись, стал рассматривать ее правую переднюю ногу. Она была сломана ниже колена. Продрав кожу, наружу торчала белая окровавленная кость. Никто не аплодировал сатанелле. В рублевых трибунах слышались свистки и гневные крики. «Поздравляю!» льстиво сказал на ухо цвету Тоффель. «Ну вас к черту!» резко швырнул ему Иван Степанович. Толстый, громадный Валдалаев уперся глазами цвету в сапоги, а потом медленно поднял на него яростный и презрительный взгляд и прохлепел, доставая бумажник. «Ваша удача от дьявола!» «Не завидую вам!» «Получите!» «Да мне, собственно, не надо!» залепетал цвет. «Я ведь это просто!» «Так!» «Зачем мне?» «Что-с?» рявкнул гигант, и сразу его большое лицо наполнилось темной кровью. «Не надо?» «Это что такое?» «А за уши?» «Я Валдалаев!» громом пронеслось по судейской беседке. И, сунув деньги в дрожащую руку цвета, который в эту секунду совсем забыл о своем страшном могуществе, владелец золота рыжей сатанеллы повернулся к нему трехэтажным, свисавшим, как курдюк, красным затылком и величественно удалился от него. Мимо цвета провели искалечившуюся лошадь. Под ее грудью было продето полотнище, которое с обеих сторон поддерживали на плечах конюхи. Она жалко ковыляла на трех здоровых ногах, неся сломанную ножку, поднятой и безжизненно болтавшейся. Из глаз ее капали крупные слезы, а ручейки пота струились по коже. «Эй, черт!» тоскливо выругался цвет. «Если бы знал, ни за что бы не поехал на эти подлые скачки!» «Как это так случилось?» спросил он кого-то, стоявшего у барьера. «Уму непостижимо! Камушек какой-нибудь подвернулся или подкова расхлябла! Да, впрочем, и жокей тоже, известные мазурики!» Примчался тофель. Он сиял и еще издали победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой сторублевок. «Хэ, наша взяла!» торжествовал он, подбегая к цвету. «Понимаете, ни в ординарном, ни в двойном, ни в тройном, кроме ваших, ни одного единого билета. Извольте, 3500 с мелочью, это вам не жук начихал!» Цвет молчал. Тофель поймал направление его взгляда. «Сто? Лосатку, залка?» спросил он, скривив на смешливые плаксиво губы и шепелявя по-детски. «Э, бросьте, милейший мой! Судьба не знает жалости! Едемте-ка в монплизир спрыснуть выигрыш!» «Тофель!» С ненавистью воскликнул Цвет. Ему хотелось ударить по лицу этого вертлявого человека, показавшегося сейчас бесконечно противным. Но он сдержался и прибавил тихо. «Уйдите прочь!» Но про себя он подумал с горечью и тоской. «Сколько еще несчастья и причиню я всем вокруг себя! Что мне делать с собой? Кто научит меня?» Но о Боге набожный Цвет почему-то в эту минуту не вспомнил. Когда он шел к выходу, то даже с опущенными глазами чувствовал, что все глаза устремлены на него. Вверху, в ложе, кто-то захлопал в ладоши. «А вдруг?» «Это она!» «Варвара Николаевна!» Подумал почему-то Цвет. Но ему так стыдно было за свой позорный выигрыш, что он не осмелился поднять голову. А сердце забилось, забилось. «Измей-треции» Продолжение следует...